что голосование по законопроектам, которые содержат помощь Украине, Израилю и Тайваню, состоится в субботу 20 апреля. Спикер Палаты представителей обещает голосование уже в эту субботу. Что ж, осталось подождать не так много. Но так как документы это будут новые, не тот, что проголосован был в Сенате ранее, то дальше еще последует череда рассмотрений, в том числе в Сенате. Что ж, дождемся субботы и будем уверены в действительности Штатов. Это продолжаются американские горки, но это понятно, это уже видно. До 17 марта Путин, скорее всего, заказал лайтовый режим выборов. Ему его предоставили до 17 марта, а скорее всего здесь он продлил его, продлил до 7 мая. Ну и до 9 может быть, до 7 мая, инаугурация, я так понимаю, 7-го. 9-го и некоторые скрепные даты для россиян, мы победу будем 8 мая отмечать. А вот 9-го у россиян, то есть у них скрепные эти даты, вот они как-то завязаны. И скорее всего до майских, до первой декады мая не будет решения. Оно может быть какое-то предварительное, но может даже просто принято, но не получим мы ничего до майских, до первой декады мая. На это надо рассчитывать, это надо понимать, воспринимать. Потому пока на данный момент, ближайший месяц рассчитывать надо только на Европу и на те механизмы европейские, которые нам сейчас помогают. И еще о поддержке президент Зеленский в Телеграм пишет. Провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины вне очередного заседания Совета Украина-НАТО. Он состоится 19 апреля на уровне министров обороны. Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за скорую реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты. По словам Столтенберга, Совет Украины-НАТО состоится на уровне министров обороны для обсуждения насущных потребностей в большей поддержке Украины. В нем также примет участие Владимир Зеленский. Роман Григорьевич, правильно ли я понимаю, что сейчас главная задача это обеспечить ракетами для противовоздушной, противоракетной нашей обороны? Это хорошая площадка, кстати. Много площадок было наплоднено на нашей канцелярии, на которые абсолютно не нужны и некоторые вообще вредны. Но вот эта площадка толковая. Действительно, вот этот совет, на котором можно решить очень много вопросов, причем даже иногда в открытом режиме, а это тоже важно иногда для поддержания боевого духа нашей нации, то на этой площадке действительно можно эти вопросы решить. Вот те, о которых вы говорите, основные это сейчас ПВО. То есть наличие зенитно-ракетных комплексов плюс расходники, ракеты. Ракеты используются. Россияне, в принципе, они, что делали целых полгода, они пытались засушить систему ПВО большим количеством шахедов для того, чтобы вытащить те ракеты, которые у нас были, скоплены для противодействия атак российским на энергообъекты, на мирных граждан. У них это получилось, то есть с помощью достаточного количества и ракет, и шахедов, они вытащили у нас определенное количество ракет. И вот даже по Триполю, мы же это видели, прекрасно уже это заявление есть, можно об этом говорить открыто, о том, что мы не сбили несколько ракет только из-за того, что было нечем. А раз было нечем, значит, это есть определенный дефицит ракет для зенитных комплексов. И вот решить эти вопросы можно как раз на вот этом совете. И большая надежда, вот больше надежды как раз на решение на этом совете наших проблем, чем пока в Конгрессе Соединенных Штатов. Да, по Трипольской ТЭС президент в интервью открыто сказал, что 11 ракет летели в сторону Трипольской ТЭС, 7 удалось сбить, а 4 уничтожили ТЭС, поскольку ракет больше не было, чтобы сбить, против ракет больше не было. Да, ситуация сложная, но я уверен, что этот месседж был скорее даже не для внутреннего потребления, как такой набат вовне, для того, чтобы наши западные партнеры усилили, ускорили помощь и в первую очередь по противоракетной, противовоздушной обороне. Роман Григорьевич, а немного заглянем в будущее, которое уже шагает по планете и по украинской земле о том, как роботы уже используются на фронте. Рассказывает Александр Япченко, старший лейтенант роты Гонор батальона «Волки-да-Винчи». Для уничтожения противника на фронт поставляются дистанционные пулеметные турели, роботоплатформы со стрелковым оружием и роботы-камикадзе. Цитата. «Мы установили на позицию дистанционную автоматическую турель, ее оператор пил кофе в блиндаже, мы контролировали поле боя из дрона, только что-то шевелилось, накрывали огнем. По работе стреляли из миномета, но люди были в безопасности. В другой бригаде под Авдеевкой был случай, когда такая турель сдерживала наступление и покосила много россиян. Когда враг захватил позицию, убитых украинцев там не было. Неплохой получился размен, рассказывает Япченко. Роман Григорьевич, о использовании роботов. Что скажете, насколько действительно эффективно введение войны с помощью роботов и можно спасти им большое количество украинских жизней солдат наших? Так сложилось, с 2014 года в наших подразделениях, партизанских в том числе, были умельцы, которые потом свое умение развили как раз в производство роботизированных платформ, причем за свой счет. То есть у нас были много коммерсантов, которые занимались IT определенными механизмами и вложились и произвели эти роботизированные платформы под КПВТ. Первая задача стояла именно под КПВТ. И выполнили, причем сделали несколько этих платформ, несколько этих роботизированных, ну это называется роботизированная платформа для выполнения боевых задач. Это еще в 2014-2015. После этого были годы оббивания порогов Укроборонпрома для того, чтобы ввести эти платформы в гособоронзаказ, их сертифицировать и очень долго пробивались. Практически до 2019 года ничего не произошло через Укроборонпром, так пробиться и не смогли. Пробили, самое интересное, на международные площадки, на военные продажи, то есть на определенную презентацию. Там восприняли, там заказали. То есть сначала поставили, произвели, поставили туда. И вот сейчас они заходят в том числе и в войска. Этих платформ сейчас уже очень много. Ну, в принципе, понимание самого принципа управления любой платформы, роботизированной, дальше определенные гироскопические механизмы для удержания платформы, той, которая отстреливает. Неважно, разные уровни есть. Мы пробовали в свое время и снайперские винтовки. Ну, нереально. А вот КПВТ хорошо себя показывает. Если есть хороший устойчивый робот, то пулемет себя очень хорошо в этом смысле показывает. И, в принципе, выполняет боевую задачу. Там даже есть механизмы самоподрыва, то есть вплоть до того, что подрывать то подразделение, которое берет в окружение или пытается как-то воздействовать на эту роботизированную платформу. Есть очень много механизмов, и самих платформ уже много, и они уже стоят на боевом дежурстве. Называется, слава богу, что эта тема пошла и сейчас пойдет семимильными шагами. Почему? Потому что мы уже видим этот поток беспилотников разного уровня. Мы видели подводные беспилотники, надводные беспилотники, те же Магор и те же Бэки. Видим сейчас большое количество, даже, я бы так сказал, даже очень уже большое количество по некоторым позициям, потому что не хватает, даже операторов, вот у меня в нескольких частях, мои друзья, не хватает операторов для FPV-дронов. То есть эта тема развилась, пошла, и она сейчас захлестнет фронт, я бы так сказал. Вот один из вариантов, это вот такого рода беспилотники, только роботизированные платформы для выполнения боевых задач. Следующий этап, тоже, ну я все-таки летчик, для меня больше авиационная компонента важна. Это тяжелые беспилотники, тяжелые, из самолетов, которые списаны, уровня ЦЕСНы, допустим. Но для этого надо подключать военно-воздушные силы, надо вот такие подразделения, как сейчас в сухопутных войсках, под беспилотники раскрыты, надо создавать в военно-воздушных силах, правда для этого надо ВИД войск создать, ВВС воссоздать его, а РОТ войск, беспилотники, тяжелые, с дальностью. Но самолеты, беспилотники из самолетов, они могут проходить расстояние в тысячи километров. Есть эти механизмы, только обслуживать их придется, ну вернее, обслуживать их надо инженерно-техническим составом, которые могут обслуживать именно самолеты, то есть уже, которые будут переделаны в беспилотники. Этот процесс тоже, в конце концов, ну это логика движения, этот процесс тоже должен пойти. ЦЕСН только в Европе тысячи штук, которые не летают, и летать никогда не будут. Их можно скупить, поставить на боевое дежурство, выполнять боевые задачи с большой дальностью. Нам надо беспилотники до двух-двух с половиной тысяч километров. Потому сама тема беспилотная, она пошла и пошла очень хорошо, а роботизированные платформы догоняют сейчас. Почему? Потому что для них надо, понятно, определенные механизмы управления, естественно, нужны боевое оружие, то, которое будет нести эти роботизированные платформы, вплоть до того, что там можно ставить на саму платформу, ставить пусковые установки птуровские, то есть противотанковые для выполнения боевых задач на удалении, для того, чтобы обезопасить жизнь наших солдат. К этому сейчас надо идти. То есть воевать должны машины дальними системами управления. Вот летчики хорошо это представляют. Почему? Потому что сама психология любого летчика-истребителя – это воздействие на противника на больших дальностях, в дальностях сотни километров, то есть не подходя в прямой контакт. По поводу неба, Роман Григорьевич, как раз и поговорим в следующей теме. Спитер Воздушных сил Украины сказал, по поводу самолетов Гриппен ведутся переговоры, но основная ставка на F-16. Далее цитата. По поводу Гриппен ведутся переговоры, но больше всего наша система рассчитана именно на F-16. Гриппен также могли бы стать дополнением нашего воздушного парка и помочь нам бороться с воздушными угрозами. Но F-16 – это основная ставка, это самый распространенный самолет в мире, их есть достаточно много у наших союзников и партнеров, сказал Илья Евлаш. Роман Григорьевич, по Гриппенам, что скажете и как долго готовить пилотов для них? Ну, если Евлаш прав в этом смысле, да, нам, ну, только не из-за того, что их много, из-за обслуживания техники. То есть нам надо примерно около двух сотен из самолетов-истребителей многофункционально. Оптимальный вариант – их обслуживать именно один самолет, то есть одну модификацию, даже модификацию лучше одну, так как подготовка летного состава, подготовка инженерно-технического состава, подготовка аэродромов, подготовка систем связи, управления и подготовка офицеров боевого управления, подготовка руководителей полетов. То есть слишком, очень большой механизм используется для выполнения боевой задачи самолетом. Так вот, если самолет один, намного проще готовить всех и вся, намного проще и дешевле. Если самолета два, это значит, надо умножать все траты и количество людей в два раза, ну и так далее, и тому подобное. Можно и Гриппены, можно и Миражи, можно и много еще самолетов, которых можно подтянуть, там по 10, по 12, по 15. Но только такое движение нас просто заблокирует. Заблокирует по вот этим вот вопросам, связанным с обучением. Начиная от летчиков и заканчивая механиками даже, не говоря уже о инженерах и системах обеспечения. То есть этот механизм, Евлаш в этом смысле прав, просто чуть другой акцент, акцент с точки зрения обеспечения. Лучше это один самолет. Потому сосредоточиться надо именно на F-16. Пытаться их найти разными механизмами, я уже не говорил. Начиная от закупки, заканчивая там ленд-лизами, взятием в аренду, как угодно. То есть нам надо сосредоточиться на одном самолете. Он выполнит все наши задачи, которые на данный момент у нас есть. И задачу ПВО, то есть режим истребителя, режим перехватчика. И задачу завоевания превосходства в воздухе системами радиоэлектронной борьбы и ракетами противопвошными. И задачу штурмовика и бомбардировщика. То есть это оптимальный вариант. Потому вот к F-16, от F-16 не надо уходить. А вот допустим вопросы связанные с параллельными какими-то структурами, даже допустим теми же Гриппенами. Неплохой самолет, он может быть, может быть там чуть хуже по авионике, чем F-16. Ф-16 средние версии. Ну, примерно на уровне базовых версий тех же F-16. Только Гриппен может нести часть европейского оборудования. То есть часть европейских систем, которые не может нести F-16. Но Гриппен не может нести часть систем, которые несет F-16. Потому здесь надо вот такой баланс интересов. Где можно использовать Гриппен? Вот допустим его можно вычленить, выделить в бригаду или там эскадрилью, или усиленную эскадрилью морской авиации. То есть выделить их чисто под военно-морской флот, ВМС, военно-морские силы, для выполнения задач контроля акватории Черного моря и для выполнения задач, если это нужно, допустим при подвязках уже в режиме ПВО или в режиме поддержки основных частей. Его можно вот таким родом использовать. Но еще раз повторюсь, если у нас есть уверенность в том, что мы получим там через определенное время 200 F-16, так лучше не отвлекаться ни на какой другой самолет. Вот обозначились по F-16 и топить только за него. Будет намного проще. Просто эксплуатировал в своей жизни много самолетов, понимая, что это такое. То есть подготовка, обслуживание, ну это когда много модификаций, это просто небо и земля. Лучше одеть. Идем дальше. Следующий месседж из Франции. Президент Франции Монель Макрун заявил, что работает над тем, чтобы заключить перемирие на время Парижской Олимпиады между Россией и Украиной, а также между Израилем и Хамасом. По словам президента Франции, что Олимпийские игры 24-го года должны стать моментом дипломатического мира. Именно здесь Олимпийские игры с дипломатической точки зрения принесут много пользы. добавил он, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля до 11 августа. Роман Григорьевич, предположить, если что происходит остановка военных действий, приостановка огня, кому это больше на пользу? Нам, и мы сможем собраться силами, или противникам? Любая заморозка боевых действий идет на пользу обоим сторонам. Просто та сторона, у которого больше ресурса, она с этой заморозки получает больше профита. Ровно настолько, насколько, или во столько, во сколько у нее больше ресурса. Потому каждый день остановки боевых действий дает россиянам преимущество во столько раз, во сколько они нас сильнее. Умножайте, сколько нас, 30 миллионов, сколько россиян там, 120, вот в 4 раза, или там 150, в 5 раз больше. Сколько россияне производят боеприпасов? 5-7 тысяч в сутки. А сколько мы производим? Страшно даже сказать, если честно. То есть, значит, это в десятки, а то и в сотни раз. А причем самое интересное, вот это в, если считать в день, то если перевести в НА через несколько недель, так это, поверьте, это сотни тысяч боеприпасов у россиян будет больше, если мы на несколько недель остановим боевые действия. Просто тогда эта вся армада боеприпасов посыпется нам на голову, и тогда нам придется отходить до Днепра. Потому что сказать Макрону. Хорошее у него предложение, только если бы Украина была в 5 раз больше России, тогда бы это было отличное предложение для Украины. А на данный момент это отличное предложение для России. Потому, причем самое интересное, Макрон это прекрасно знает, и все-таки это все озвучивает. Что ему сказать на это его предложение? То есть он на данный момент работает на русский военный корабль. Потому именно с этим предложением, только за это предложение как раз по курсу русского корабля его надо и отправить. Имеется в виду предложение Макрона. Понятно, что понимая эти процессы, он может быть как-то зажат в каких-то рамках, а он все-таки принимающая сторона в этой Олимпиаде, и он что-то должен прокукарекать. Вот он прокукарекал. Ну а там хоть не расцветай. То есть надо так на это реагировать. На само предложение по курсу русского корабля, а Макрон, я так понимаю, поймет, он и так прекрасно понимает эту ситуацию. С военной точки зрения, они ведут же в конце концов боевые действия в Сахеле, но вели, по крайней мере, пока россияне их там пинками не выперли из нескольких стран, из Мали, из Нигеры, из Брукена-Фасоа. Вот как последний, скорее всего, пинок французы получили, они дальше пошли разговаривать о мире. Ну, по крайней мере, так это пока выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok